Так, ребятушки, пошла вторая неделя. Мы наших анцитрусов опять подкармливаем. Смотрим. Так, давайте, сыплю я сразу в сухой корм. Пластинчатый тетра со спирулиной. Вот. Видите, надо уже на днях подчистить им дно. Потому что дно уже становится грязное. Помыть фильтр. И сейчас таблеточки дадим. Таблеточки на ихнюю банду 4 штучки. Вот таких вот. На 4 части каждую ломаю и бросаю. Вот что у нас получилось. И теперь забрасываем в аквариум. Таблеточки наши падают. Видите, анцитрусы как полюбили корягу. Вчера мы с вами добавили вот эту виноградную корягу. Это одно из самых лучших для малькова, анцитруса. Это виноградная коряга. Температура все такая же у нас. 27 градусов, 26. Все, малючки подрастают у нас. Посмотрим дальше, как они будут развиваться. Насколько они будут расти. Так, где-то вот еще малючек гупешки у нас есть. Вы видите, да? Вот он. То есть сравним потом в размерах его малючка гупешки. Вот он, цитрусы уже больше намного. Хотя они возрастом одинаковы. Вот такая у нас бандочка тут сидит. Как вы видите. Вот они здесь ютятся. Все наши красавчики. Вы говорили, что я не показываю. Анцитруса. Вот показываю. Вот они у нас такие все. Сейчас давайте сразу анцитрусом немножко корма подцепим. Вот так вот. Того же со спирулиной. Видите? Все четко. Наши малыши ползают по стеклам. Подрастают. Тут пока никого нету. Так. И вот этих наших малышей гупешек. Сейчас тоже покормим. Чик. Все. Все кушуняют. Все четко. Смотрите, уже беленькие снежинки как подросли. Анцитрусом еще четыре таблетки сейчас буду давать. И, кстати, таблеточки они уже доели. Которые были. Вон только один кусочек маленький валяется и все. Так. Пополам поломал. Так в двое раз легче им будет есть. И всем достанется. Ну что. Давайте высыпем наш кормик. Все. Таблеточки падают. Сомики найдут и будут кушать. Наш сухой корм даю. Вот так вот. Я не размалываю, а так прямо бросаю. Стараюсь не размалывать. Чтобы он целиком падал на дно. И наши таблеточки. Тоже сейчас туда. Раз. И все. Уже скоро недельку они так питаются и все у них хорошо. Надо будет сегодня-завтра поубирать на дне у них, чтобы был порядок. Фильтр справляется. Все чутенько. Температура вот такая. Малышня вот такая. ползает. Сфокусироваться на нем. Ну что, ребятушки. Вот и прошла неделька. Нашим сомикам уже неделя. Вот так вот они выглядят анцитрусы. Бегают по всему аквариуму. Сейчас поближе вам постараюсь снять. Вот. Фокусирую прямо на них, чтобы вы могли видеть. Подросли. Намного стали активней. Намного больше стали ездить. Это раза в два в три. Видите, на коряжку на разные места вам фокусируют. Малек гуппи по-прежнему меньше. И меньше намного. Вот. На стенках сидят. Коряжку объедают, но не прям так, чтобы активно. Фильтр справляется. Температура у нас вот, кстати, поближе вам сумик. Температура 26-27 у нас колебает. Все это время погиб один сумик и то, который стоял вот этот фильтр, он залез прямо туда в трубку. Я думаю, его просто клетчатка этой крыльчаткой перемолотила, там, повредила. Вот. А так все сумики живые, все подрастают. Вот, видите, они юркие такие стали быстрые, прям сразу меня просекают. Не сидят они на одном месте, постоянно ползают, постоянно в каких-то делах, чем-то заняты, ну, хороший аппетит у них. Фу-фу-фу-фу. Ну, то есть, как-то вот так вот, ребят. Кормлю сухим кормом, ничего больше не даю, сейчас еще раз покормлю, чтобы вы понимали. И вы напишите в комментариях, есть ли разница, заметна ли она вот за неделю, насколько подросли. Ну, вот малек, гупи, видите, прям видно. Не знаю, не хочет фокусироваться на него, но видно, что он подрос, но прям манюсенький он, короче. А эти малечки, по ним вот, правда, еще, кстати, видно, сейчас попробую вам словить этот момент, у них пузики набиваются, прям, видите, такие кругленькие пузики. Я думаю, что надо за этим следить все время, для того, чтобы они все время были накормлены. То есть, видите, вот гупешка рядом, ну, она конкретно меньше, она плавает там, прям видно. Ребятки, кормлю также вот таким кормом, как вы видите, да, это у нас такие для цитрусов, для сомиков, обзор есть на канале. Вот, я даю им по четыре таких вот, стараюсь, две желтеньких давать, две красненьких, не знаю, зелененьких. Не знаю, есть ли разница, но я думаю, что это более, здесь у нас белка больше красных, зеленые, наверное, больше водорослей. И даю вот такой вот корм со спирулиной. Сейчас покормим. О, и того корма, есть обзор на канале, заходите, смотрите, как называется, и так далее, и тому подобное. Вот, ребят, такую небольшую щепоточку, я сюда им бросаю, вот видите, не размалывая, прямо вот так вот хлопьями. И хлопьями этот корм опускается на дно. Также еще, вот я даю, такой хлопьями начал давать крайние два-три дня, зеленый, вот такой вот. и обычную тетру, хлопья даю, тетрамин, да, на ночь. Красный, зеленый, сейчас покажу вам. Такой вот, видите, корм, обычные хлопья, тетра. Для чего я это начал делать, давать на ночь? Для того, чтобы они быстрее росли, здесь больше белка. Больше белка, я думаю, соответственно, они будут быстрее расти. Таблеточки ломаю на две части. Сейчас поломаю и будем давать. Вот, вот так вот. Мы наши таблеточки просто вот сюда выбрасываем и они их едят. Я им даю таблетки только тогда, когда они доедят их. Вот, доели полностью, тогда я даю еще. Если не доели, тогда только сухую корму добавляю. Я надеюсь, ребят, данное видео будет кому-то полезным. Кто-то также попробует вырастить анцитрусов, сумиков, да, прилипал на сухом корме. У меня нету возможности сейчас купить ни артеми, ничего. Да, я не приветствую, честно говоря, живые корма. Почему? Потому что с ними очень много можно занести всяких болячек. Я на своем опыте скажу вам так, что живой корм это всегда лотерея. у меня еще детства занимался рыбками, то есть это уже с поколения в поколение передается. Я вам скажу так, что, ребят, он был еще первопроходцем, он мне то же самое, и бабуля говорила, что можно занести болячку легко. Сухим кормом это сделать гораздо тяжелее, ребят. Вот. Поэтому как-то так, вот такой вот опыт, сумики растут, сумики растут хорошо, по моему взгляду, все у них нормально, может быть, они бы на живом росли чуть-чуть быстрее, но вы учитывайте адаптацию, что человек, который их купит, он будет кормить, как правило, 90% случаев сухим кормом. И так они уже будут адаптированы, у них будет иммунитет, и они будут свободно, спокойно есть сухой корм и расти, плодиться дальше. А если вы будете кормить артемией, потом вы отдадите, я покупал таких анцитрусов на птичьем рынке, приносишь их домой, начинаешь кормить их таблетками для сомиков, и из них, из десятка, выживает два анцитруса. Так что, ребят, делайте выводы и пишите свое мнение в комментариях. Я считаю, что лучше с детства приучать корму тому, которым будут кормить их и в дальнейшем. Подписывайтесь на канал, ребятки, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Также попробую снять вам видео, то есть, мы сняли, как папашка выходил мальков, потом, как мы их выпустили, как они прожили первую неделю, вторую, и сниму вам обязательно видео, постараюсь, как им будет месяц. Также посмотрим, как они, насколько вырастут. Ну, сейчас вот они, где-то, размер у них полтора, два сантиметра. Я считаю, что это неплохой размер. Реально, неплохой размер. полтора, два сантиметра для малька анцитруса на вторую неделю жизни без гнезда, я считаю, это нормальный результат. Как-то так, ребятки. То есть, вот вы видите, да, в соседнем аквариуме, эти уже подросшие мальки, они уже дают малька. То есть, вот гупешка, да, размер какой, и вот анцитрус. То есть, видно сразу, что, ну, анцитрус реально размер имеет хороший. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграмм, группу таксистов. Делитесь своим опытом, потому что зайдут также любители, аквариумисты, им захочется увидеть какую-то годную информацию, так что, делитесь в комментариях своим опытом. Кормление, чем кормите, как размножаете, если размножаете, фильтрация, вода, как часто чистите, и так далее, и тому подобное. Да, кстати, про чистку. Стараюсь, ребят, убирать, вот как только появилось, вот уже сегодня надо дно почистить, чтобы дно было чистое, но без фанатизма. То есть, если дно у нас вот чуть-чуть, буквально там десятая часть от этого, я его не чищу каждый день, а, как правило, чищу раз в два дня. Получается, пока на таком вот размере так чистить. Так что, как-то так. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов, но вдруг кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, сможете оформить страховку на свой автомобиль онлайн с любого конца и точки планеты. И по моему промокоду TOXICUL21 получите 10% скидки. Сам там делаю себе страховочку. Так что, для вас такой лайфхак. Дешево и сербиток. Всех обнял до хруста. Пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова